Снова всем привет! Продолжаю играть в Моровинт. Мы, как я и обещал, находимся в Вивике возле Джима Стейси. Забрал я сапоги у орка, также сделал заклинание. Сопротивление магии 50, поскольку расовый бонус у Бретона 50 уже есть. Нам достаточно сделать вот так. Давайте проверим. Так, это иммунитеты у меня после корпуса. Вот сопротивление. 50 и 50, то есть 100. И мы смело надеваем эти сапоги. Никакой слепоты не получаем. И скорость возрастает значительно. Так, ну документы я доставил. Индриль Ротрион довольна. Что дальше? Один из наших братьев украл не у того человека. Мне нужно, чтобы кто-нибудь вернул клинок Энеймор. Член гильдии украл его у Салина Соретти, благородного и щедрого вечного стражника. Клинок был подарком от самого Вивика. Мы не хотим, чтобы гильдию воров обвинили в этой краже. Возьми этот клинок и эту записку. Положи их в сундук Салина Соретти, башни восхода в призрачных вратах. То есть мне в призрачные врата тащиться нужно. Так, Энеймор это и записка. Понятно. Так, так, так. Башни восхода. Башни восхода. И я, видимо, погорячился, что от нашего орка-то отказался. Башни восхода имеет смысл наведаться в сопровождении. Потому что там по дороге попадаются диэдрические руины, которые я хотел бы посетить. Там есть чем поживиться. Да, поэтому, видимо, придется вернуться нам корку. Ух ты, какой прыжок. Затяжной. Смогу я перепрыгнуть от отсюда? Ну, не вовремя нажал, ладно. Отправляемся мы в Альдрун. Но смотрите, по Вивику прям хорошо вот так вот перемещаться. Но, к сожалению, сапоги придется отдать, потому что орк за нами не поспеет. Так, 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 через Балмору. И в Альдрун. И, в принципе, из Альдруна же можно и выйти. Блин, я думал через Вивик и там в диэдрические руины зайти. М-м-м-м, да. Ну, наверное, так придется и сделать. Ладно, значит, возвращаю. Че я возвращаю? Я же снял, блин, свои ботинки. Понятно, что это такая игровая условность, но мне хочется все-таки не ходить босиком. Так, че у нас тут экстравагант? Почему они не стакаются? Ладно. В принципе, по дороге там тоже есть вроде бы какие-то пещеры. Чтобы не превращать вторую серию подряд просто в беготню, наверное, стоит посетить что-нибудь. Так, что у тебя по прочности? Знаете, надо починить ему барахло. И вот интересно, если я накладываю сопротивление магии, не будет ли так, что и вот эти вот эффекты тоже не сработают? Положительные, которые... Сохранимся, применим наше чудесное заклинание. Так, ботинки, кстати, были покоцаны. Давайте я верну ему все, кроме сапог, а сапоги уже под заклинанием. Да, и вот этого меча. Так. Теперь сопротивление. Вот и восстановление повысилось. И теперь только сапоги. Так, а может быть и уровень скоро уже? Нет, еще только 6. Но зато мы получили бонус. Смотрите, к ловкости 3. Это за счет чего? Что же я такое качал? Ладно. Направляемся. В общем-то, здесь мы, наверное, не заблудимся. Дорога известная. Тем более, что предел мы видим. Идя вдоль предела, мы как раз пойдем к вратам. А поскольку у меня есть несколько мелких камней, то я ими, наверное, все-таки воспользуюсь. И позахватываю мелочевку. Чисто ради прокачки. Да, и запас сил я совсем забыл вернуть. Парисок. Мне, конечно, тоже полезно, но... Я думаю, что орку нужнее. Ах ты, тварь! Ладно. Не буду я ее преследовать, эту... Гадость. Так, ну вот эти руины... Не помню. Вроде бы мы посещали с вами. Вроде бы. Давайте посмотрим. Да, там я был. Значит, нам туда. Погода прекрасная. День ясный. Фуражера тоже давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дружище, прости. Я нечаянно. Я думал, сейчас придется грузиться. А сейф у меня, наверное, далеко, поэтому... Не забываем сохраняться. Чтоб таких косяков не было. Так, вот он. Летает, крылышками машет. Ты не угрожай, а бей сразу. Тут достал меч и стоит. Надо, наверное, вот так подняться, чтобы... Работала механика. Отлично. Отлично. Вот акробатика растет. Видимо, за счет этого бонус к ловкости у меня. Все еще растет акробатика. Видимо, это будет первый навык, который я докачаю до сотни. А должен быть мистицизм. Мистицизм у нас почти не растет. Может, вот этого вот захватим? Еще бы нет. Куда он? Куда он побежал? Он плюется-то в меня, друзья. А не ворка. А орк вообще ничего не делает. Ладно. Раз ты так хочешь, будет по-твоему. Где мое кольцо? Молния универсальная. Блин, слетело... Слетело зачарование... Заключение. Кольцо. Орк не достает просто, видимо, до точки, в которую нужно бить его. Кстати, душа у него уже в маленький камень. Ну да, он и посильнее крысы, конечно же. Еще один скальный наездик тоже. Давайте его захватим. У меня еще три камня есть. Грех не воспользоваться. А, еще и крыса. Ай, опять я... Опять я промахнулся. Да что ж такое-то? Ты слишком резкий, дружище. Слишком резкий. Я убью тебя, боюсь. Гадство. Оба такие под заключением. Ну бей ты его. Гадство какое, а? Так, один есть, следующий. Поскольку мы уже не первого уровня, наездников здесь гораздо больше стало. Вот на склоне он тупит, видите? На склоне ему сложно попасть. Или он просто не может сообразить, как быть. Так, а в бою нам перезарядить не дадут, конечно же. Это печально. И опять по урку попал. Я не знаю, короче, как быть. Просто пробежать, конечно, можно. Или вытащить его куда-то на более ровное место. Вот так вот, да, так. Только через заключение все-таки хотелось бы. Сейчас я по урку попаду, еще опять. Нет, нормально, отлично. Сработали нормально. Двух наездников завалили. Третий на очереди. Ну, такая же картина. Давайте тоже его оттащим. Чтоб поровнее было. Может быть, уже восстановились заряды. нашего чудесного колечка. Все. И заряды кончились. Кстати, можно сразу же сразу же воспользоваться случаем и через восстановление запас сил только заняться перезарядкой. Сохранимся. Вот. Думаю, что наездниками перезарядим. И посох у нас, смотрите, пострадал. Так. Конечно, это очень невыгодно получается. Такое. Это чисто ради прокачки. А тут не удалось почему-то. Надо было повысить зачарование. Ладно. Прокачка от этого не зависит. Ну, то есть от величины перезарядки, а только от самого факта. Так. Здесь вроде бы были какие-то пещеры, я помню. По пути. Но сейчас что-то пусто. Кто? Опять наездник. Опять наездник. Давайте опять все то же самое. Ну, он хотя бы теперь пытается. Видите? Все-таки от рельефа зависит. Орг наш не виноват. Это такая игра. Корни от рамы у меня там больше, чем надо уже. Я понимаю, что он для левитации очень нужен. Да что ты, блин, будешь делать, а? Что, грузиться или попытаться усмирить его? Что будет интересно? так, орка мы усмирили. Но он, видите, нервничает. Надо его убедить. Мелочиться не будем, сразу даем по тысяче, потом я эти деньги у него все равно заберу. вот, но есть надежда, что он отагрится через это. Блин, еще и зелья расходует. Мне кажется, он не отагрелся. Мне кажется, мне сейчас... А, нет, нормально, смотрите. Но рисковать не будем, попробуем вот со стороны все-таки заключение наложить. Ну? Что, настолько силен как утишь, что ли, блин? Что он не попадает то ни хрена? Вообще не попадает. О! Слышишь? Деньги верни. Давайте его немножко фильнем. Так. Заключение какое коварное, видите? Зараженный как будто. Но мне это уже не страшно. После корпуса уже зараза ко мне не липнет. Но кстати говоря, камни-то кончились и Кагути уже пошел в обычный камень. Надо это дело прекращать. мы почти дошли. Тут осталось буквально один поворот. Не помню, говорил я или нет, но вот эти вот ребята, которые там стоят на склоне, один из них следопыт. Или как-то так, который может много рассказать о разных локациях. То есть, если куда-то нужно дойти, но неизвестно, куда идти, где искать, вот можно поспрашивать у таких ребят. Также такие ребята встречаются в тавернах. Давайте я продемонстрирую, как это выглядит. Они мирны, естественно. Скорее всего, мужик. Отношение не очень низкое, но вот если спросить у него про мое занятие. А, разведчик, вот. Я знаю все о местах, людях, растениях, про регионы, вот он рассказывает. Видите? Про эшлендеров немножко знает. то есть о географии, о местах. Районы Варденфелла. Даже секретом делится. Короче говоря, вот такое вот. Такие вот ребята могут рассказать. Интересно. так, а ты кто такая? Провидица. Ты смотри-ка. Из-за шлендеров реально, что ли? Да. Знахарка обращенная. Ну, А нам в башню восхода, да? в башне восхода. Всё верно. Восход у нас по идее на востоке. Восточная башня вот эта. Давайте проверим. Всё правильно. Только здесь она называется башня рассвета. Так, и нам нужен по-моему внизу он здесь. По-моему нужно спуститься. Нужен нам Салин Соретти. Если я ничего не путаю, он внизу стоит. Нижний уровень. Тут у них что-то типа жилых помещений. Так, но орка давайте оставим. Пусть он подождёт. Так, вот здесь наверное, но здесь вот сразу соблазн. Сразу соблазн. Юбки эти мы брать не будем. А вот телекинез лишний раз использовать где-где-где. и прокачать свои навыки. Этого мне никто не запретит. Тем более, что тут есть чем поживиться. Но у меня почему-то перегруз. А перегруз у меня вот из-за этого были на 5. Ладно. Меч я выложу, а вот это вот добро мы заберём. Кончился телекинез. Давайте сразу же орку я выложу. Пусть таскает. Такой, да, от Балмалагмера пришёл чувак восстанавливать справедливость и начал с кражи. Так, вот это вот. А чё я, собственно, это же мой меч. Тоже его орку. Ну, какой уже рефлекс уже, чтобы даже свой меч подобрать. Да, приходится вот так вот озираться. Конечно, без какого страха? Книжечка, книжечка, книжечка. Но книжечку взять будет сложнее. Гораздо сложнее. Ну, отлично. Вот лично. И во всех сундуках здесь такое, да? Да. так, надо взломать сначала, а потом притащить теркой и все это ему скинуть. Ну, чтобы добро не пропадало, это хороший товар для размена узкампа, чтобы, ну, как бы дорогие товары легче продавать. поэтому я, пожалуй, возьму, тем более, что она тут все равно лежит, бесхозная. Когда мы сюда еще придем? или кинез, отпирание, прокачка нужна. Так, у меня перегруз, 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 перегруз лечится очень просто. раз. Благо на плечнике в стаке складываются, а вот эти шлемы почему-то нет. Ну, книжечку, наверное, схватить не получится. Да, простолюдин, простолюдин. Отдаем ему шлемы. Да, и одежда вот эта тоже. Так, смогу я притащить? Смогу, но если только повыше себе силу. У меня есть вот там амулетики могучих ударов. Да, все уже не важно, что ты думаешь. Так, эту часть мы закончили. Дальше что? Это сокровищница, сюда нам не надо. А что, получается, это не здесь? я ошибся, получается, да? В очередной раз. Да. Это странно. Давайте посмотрим наверху тогда. Что же нет-то? это был вход, по идее. Где у нас вообще этот Салин Саретти? Отравель, ординатор. Блин, испугался, что их два тут стало. это всего лишь наш орк. Че, мне неправильную наводку дали, что ли? Подожди-ка. Личный сундук Салина Саретти в казармах вечной стражи в призрачных вортах. Сундук в башне восхода. А я в башне рассвета. А рассвет и восход это не одно тоже, что ли? Подожди-ка. Давайте через храм пройдем. Кстати, тут можно бы восстановить магию. Найти только нужный алтарь. Может быть вот этот? Нет, нет, а что за дух Неревара? Ну-ка. Увеличение запаса сил. Ну, это полезно. Но мне нужно не это. Че тут нету, что ли, блин? А, вот есть. Хорошо. Башня заката. Ну, давайте посмотрим. Либо я пропустил сундук там, где вот тащил барахло. Ну, если здесь нет, то я даже не знаю тогда. Башня заката, нижний уровень. Все правильно. Да, что я хочу? Ничего не хочу. Постой здесь. добро пожаловать. Пусть боги всегда твои. Так, это у нас обучение, Обучение нам пока не требуется. Здесь, конечно, вот ценный посох, но сейчас не до этого. это сокровищница. Вот нужное место. Получается, что меня ввели в заблуждение. Мы сейчас в башне заката, а в журнале четко написано сундук солина сары в башне восхода. Ну, может быть, я когда-то и знал про этот косяк, но уже забыл, видите. Теперь нужно найти его тумбочку. Вот она. Сохранимся и положим сюда этот кинжальчик вместе с запиской. Что один вор кое-что украл у вас. Смелость вора можно оправдать, а вот предмет кражи оправдать нельзя. Понятно. Извинения, значит. Еще и сундуки эти, молотки с собой таскаю. А говорить с ним надо. Давайте сохранимся и попробуем. Так, паломничество. Эмимор. Да, он был украден, я не думал, что кто-то еще знает об этом. Это был бесценный меч. Он не меч, а кинжал. Какой-то квест, видите, лживый. Подарок, говорит, самого Ивика. Мне жаль сообщать об этом. Про вежливость мы не будем говорить, это тоже побочное задание. Совершенно нам сейчас не интересное. Ну и здесь, конечно же, есть торговец известный. Я это дело уже показывал. Вот этот товарищ продает стекло, и все это можно отсюда вынести. Конечно же, через контроль. Последний сплетен мне не интересный. Вот он все это продает. Золото у него тысяча, а уровень у него, друзья, 14. 14. есть у меня свитки. Да, есть полное господство на 30 секунд. А запирание есть у меня. Запор есть. Значит, сейчас мы так и сделаем. потратим господство сохранимся выведем его отсюда запрем дверь все. Переждем. Отлично. И все стекло наше. Я, конечно, все это не утащу, тем более, что у меня, блин, молотки еще с собой. Я просто повыкладываю на пол и ворку перегрузим и отправим его телепортом. Клинок ускользания прикольный. Может быть, я найму еще какого-нибудь лучника и тогда сразу же можно будет его и нарядить. Смотрите, модно. Так. Молоток этот тоже я заберу. нам повезло. Пона же здесь заспаунились. Ну и все. Взлом. все. Чувак кто-то возвращается, но это именно особенность OpenMV. В оригинале он никуда не возвращается, а так и стоит туда, куда мы его отведем. Так, а ты за мной, дружочек. у меня кое-что есть для тебя. Да я все уже сделал, что хотел. Вот так вот беспалево мы обнесли торговца прямо у него на глазах. Все это сгружаем орку. Кстати, меч одноручный, но урон у него пониже, конечно. Емкость можно проверить, кстати. Ну-ка. Катана и этого меча. Я так не помню, но в скидку поэтому хочу посмотреть просто. Так, у Катаны у нас 18, а у меча 3. Ну-да. Смешно. 3. Что можно впихнуть в 3? Какой-нибудь слабенький урон только. Две кирасы, аж в принципе одну можно будет продать. Орк, как видим, напялил ботинки стеклянные, но они потому, что просто дороже. Эти всего 500 монет, а эти аж 8000. Остальной доспех он игнорирует, потому что у него-то покруче. Цена уже, видимо, не играет роли. 7000, а это кираса 28. Здесь играет все-таки уровень навыка. но при прочих равнах, видите, из двух легких он выбирает то, которое дороже. Ладно, молотки тоже ему отдаем и отправляем его в альдрун. А сам я забыл опять у него забрать сапоги. черт, придется мне бегать как обычно. Я хотел вернуться к Джиму Стейси. Сохранимся на всякий случай. Доложим о выполнении. Клинок и записка в сундуке с Алина. Отлично. Теперь это надеюсь, что не доставило тебе много хлопот. Ну, как сказать, в отличие от большинства данмеров Балмалагмеры стояли против рабства. Я хочу, чтобы вы украли кольцо Бролеона. А вот это уже сложное задание. Естественно, кольцо Бролеона. Он работорговец на большом рынке в Садритмора. Укради кольцо и доставь его Эльмени Дрен, тайной аболиционистки и дочери герцога Ведама Дрена. Так, вот украсть кольцо будет сложновато. Но если именно действовать по классической схеме. Насчет убийства он ничего не сказал, но подозреваю, что убивать его нельзя. Тут надо думать. Думать и создавать новые заклинания. Да, пожалуй, мы этим займемся в следующем эпизоде. потому как потребуется подготовка. Сегодня мы уже не успеем ничего осознанного совершить. Да, здесь этот баг не работает. К счастью или к сожалению, уж не знаю. Ну, а я отправлюсь в Альдрун сортировать барахло. И мы встретимся с вами в следующем эпизоде. Будет довольно интересный вот этот момент с бролеоном. Все, всем пока.